Всем привет, друзья! С вами Рудник, продолжаем летсплеи в Мэнер Лордс. Примерно то же самое место, на чем мы остановились в прошлый раз. Пока еще мне доступна демо-версия, безусловно, сам Бог велел поизучать эту игру настолько глубоко, насколько возможно. Конечно, по предыстории, какой-то базовых механиках, наверное, сегодня речи уже не будет. Мы именно целенаправленно с вами будем сейчас идти к постройке. Ну, точнее, загон для овец мы построили, ферму овец мы тоже сделали. Нам сейчас нужно решить проблему отсутствия овец как таковых. Вот, поэтому мы с вами сейчас должны озаботиться, во-первых, их приобретением, а для того, чтобы их приобрести, нам нужны средства. Чтобы там появились средства, нам нужно выторговывать их за счет чего-нибудь еще. По этой причине у нас есть торговец. Вот, кстати говоря, важное наблюдение. Если мы выставляем на продажу какие-либо ресурсы, у нас вот эти торговцы, заезжающие в город, они даже не... Ну, как бы, торговля происходит на въезде в поселение, а не рядом с торговым постом. Рядом с этим обменником. Ну, странно достаточно. Хотя, с другой стороны, главное, что работает. Как мне кажется. Так, у нас появилось два молотка. Это нам позволяет, во-первых, поставить ферму, во-вторых, поставить... Какие-то улучшения в наши дома. Например, давайте поставим вот здесь краешку. Что мы поставим? Chicken Firm или God Shed. Ну, давайте Chicken поставим курочек, да, яички. Пусть у нас здесь будут цыплятки. Все, есть у нас курятник. Поставили. И теперь будут появляться еще дополнительные продукты у нас в поселении. Во-первых, это разнообразие продуктов в игре, это немаловажно. Плюс еще, к тому же, и можно будет все излишки. Данных продуктов отправлять и на экспорт. Так, ситуацию с продуктами мы привели в порядок. Можно возвращать наших жителей на работы необходимые. Хотя, я вот то, что вижу, как бы, особых-то проблем ни с продуктами, ни с топливом сейчас нету. Это, кстати, важное наблюдение. Честно говоря, выходом таким жестким во всей этой ситуации я лично вижу установку повсеместно буквально флажка с привлечением незанятых каких-то или там простаивающих крестьян. В остальных случаях, да и даже с учетом всего этого, у нас не хватает рабочих рук. У нас вот только один сейчас свободный человечек. Итого я даже, честно говоря, не знаю. Еще нужны новые дома дополнительные. То есть домов, семей нужно прям очень-очень много. Причем мы их дополнительно обязываем как раз-таки производством тех или иных продуктов. Ну и чаще всего это, точнее сейчас единственное, что они в рамках своих участков еще выращивают дополнительную еду. Так, может быть стоит, а может быть и не стоит, ладно. Задумался о том, чтобы сделать еще несколько палаток для распространения еды там. Но тут же осекся, понял, что смысла, наверное, особо большого в этом сейчас нет. Здесь рыночная площадь будет позднее, когда уже мы разовьемся очень хорошо. Если, конечно, мы еще доиграем до этого момента, до закрытия демо-версии. Ну и на тот момент у нас еще будут какие-то определенные цели, которые мы сможем достичь и как-то закрыть в ходе игры. Но пока, пока, пока нам требуется... Что еще нам нужно построить? Давайте подумаем. Нам нужно таверну сделать. Раз. Нам в любом случае требуется сделать... Построить нам требуется пивоварню. Для пивоварни нам нужны будут поля для выращивания как раз-таки. Наших злаковых и, в частности, солодом. Так, нам еще нужен таннери. Безусловно, для производства кожевенных изделий. Ну, так сделаю, конечно. Немножко скитрожоплю, но пусть это будет так, как я вижу. Так, дальше. Ну, три постройки сделал. Две. Пока две. Но с прицелом на третью. Так, есть еще вот какое-то строение. Так. Барли превращает... Ну, мешок с чем-то превращает в зерновые. Ну, может быть, это не солод. Все-таки солод выглядит по-другому. Но есть у меня подозрение, что это все-таки не солод, не ячмень. Ну, не знаю. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Сейчас я не буду прямо прерываться для именно этого исследования. В следующем летсплее, если не забуду, расскажу, что это все-таки за перевод. Что за этим кроется. Так, ну, а нам остается ждать дальнейшего развития всей нашей истории. Так. Давайте сразу поставим и ферму. Что ж мы будем тянуть-то судьбу. Вот сюда поставили ферму. Так, тип полей мы пока не выбираем. Не знаю, вообще будем ли мы это делать или нет. Давайте обеспечим сейчас небольшое поле. Вот здесь. Field Size Medium больше нам, наверное, не надо. Именно пока. Здесь тоже Medium поле сделаем. Еще одно. На этом поле мы будем выращивать. Давайте выращивать все-таки. Ну. Может, это ячмень, кстати. Опять же, удобрение. Да, у нас здесь есть. Значит, на одном поле у нас барли, видимо, ячмень. Здесь у нас лен и пшеничка. Давайте будем выращивать еще немножко пшеницы. Все типы, наверное, смысла нету. Или попробуем. Ну, тестим мы игру. Давайте все сделаем. Давайте. Небольшое поле еще стоит бахнуть. И по... Нет, ну, это совсем, конечно, уныленькое по размерам поле будет. Так, давайте-ка поступим по-другому. Здесь сделаем так, так, так. И вот так. Фиг с ним, что здесь серединка вот эта вот будет вырезана, потеряна. Ничего страшного. Так, все. С полями разобрались. Осталось назначить... Дождаться постройки, безусловно. И дождаться, пока наши... Строения... Займут рабочими. Почвами. Так. Значит. Качество роста. Среднее. Для пшеницы здесь можно было чуть в сторону поставить. Ну, ради теста можно пока ставить здесь. Производство льна у нас. Ох, какое грустненькое. Здесь получается красное. Надо было. Хотя у нас для льна здесь особо хорошей почвы-то нету. Только правее это, если сделать. Ну и... Наверное, ячмень все-таки здесь для него тоже, в принципе, пойдет. Да, особой вони нигде нету. Жилых домов тут тоже нету. Поэтому портить никому ничего. Настроение не должно. По крайней мере. Одиннадцать монет у нас в наличии. Ни одной... Ни одной нету пока овечки купленной. Торгашей пока тоже мимо не проходит. Свободных рук по традиции тоже нет. И давайте посмотрим, можем ли мы что-нибудь продать. Что-нибудь ненужное. Ну, ягоды, мясо нам пригодятся. Вот одна еще тушка есть, которую можно... Курка, которую можно нам продать. Кстати, продаются они... В какую сумму? Четыре монеты. Будем ждать. Тем временем уже сентябрь. Посадить здесь, собрать с этих полей мы ничего не сможем. Как я и говорил в прошлом эпизоде, что все вот эти постройки, которые у нас есть, именно в части сельского хозяйства будут появляться. Мы их будем по факту прорабатывать на только следующий год. С продуктами. Сейчас уже, надеюсь, очень-очень хочется верить, что продуктов на зиму будет более чем достаточно. У нас их всего 34. Что-то не сходит с цифрой, мне так кажется. 34. Это в домах, наверное, 34-32 штуки. А плюс еще на складах есть. Вот все, что на складах, это снизу. Все то, что в домах, это сверху. Ну, по крайней мере, сверху цифра гораздо меньше, чем снизу. То есть хочется верить, что... Нам всю зиму этого будет достаточно. Так, вовсю у нас строится ферма. Что нам еще здесь требовалось сделать на танере. Тоже у нас здесь готовая. Производить можем ткань. Тоже еще одного. Ну, или там, по мере появления свободных рук. Танере тоже будет работать. Так, опять же, Молтхаус, Брейвери. Там, везде, по мере возможности, только будут участвовать людям в работах. Так, уже октябрь. Ай-яй. 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 Ставим пока под вопросиком. Как вы видите, одна... Один амбар, одна ферма может обеспечивать работой до 12 человек. На каждом поле тоже есть лимит работников, который здесь требуется. И при создании поля вы видите, сколько человек будут обрабатывать это поле для того, чтобы успевать это все делать. Такие поля, как у меня сейчас, среднего размера, они показывались по 3 человека. Но здесь можно сделать Workforce 4. То есть, ну, как-то автоматически рассчитывается. Видимо, как там 3, которое мне обозначалось, плюс 1. То есть, вот на 3 поля у меня 12 человек. Совпало. Чисто интуитивно. Даже удивлен очень сильно, что вообще так попал в точку. Так, у нас 2 дома на своих участках выращивают овощи. К зиме искренне надеюсь, что овощей будет в достатке, потому что пища бывает прямо 7-мильными шагами. И я за это очень переживаю. Так, у нас появилось еще 3 курочки. Это не может не радовать. Я надеюсь, на них отдельно-то пищи не требуется. Так, что там по сбору-то? Овощей. Алё, омба. Вы там, у вас весь, все продукты замерзли. Алё, ребята. Ребята. Так, ну, некоторые здесь в Таннере работают, кожу производят. Не хватает только развлечений теперь. Так, а вот с пищей какая-то прям беда-беда. Хотелось бы ситуацию немножечко улучшить. А как мы можем это сделать? Только охотой. Кроме охоты сейчас других опций я не вижу. Хотя есть курица. Вот я смотрю, тоже яйца появились. Здесь есть вот меню засеряно, видимо, потому что все эти продукты у нас находятся в домах. Да, вот здесь 9 овощей. Здесь нету вообще пищи. Сочувствую, господа. Что и вам тоже. Да и вам тоже. Вот здесь вот аж 13 продуктов. Это все яйца, все какие есть, и не все здесь. Да, то есть снизу вот это то, что суммарно расписано. Это то, что в домах, да, ноль показывается. То, что на складах где-то, да, на рынках и складах. То есть народ в некоторых домах еще пока на зиму с продуктами. В некоторых домах, конечно, такой опции нет. И взять им пока продукты неоткуда, пока у нас охотники не добудут нового, новой еды. Нравится мне вот этот функционал с возможностью включить вид от третьего лица, погулять по месту у себя здесь. Посмотреть в глаза своим крестьянам. Да и анимация, кстати, модельки тоже достаточно симпатичная. Так, давайте с приоритетом. Здесь уже... Будем играть. А, здесь есть ограничение по популяциям. Но мы не убиваем столько животных, чтобы переплевывать такое ограничение. Так, 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 так. Где все? Где все рабочие? Понять не могу. Чем они заняты? Полями заниматься не надо сейчас. Отсюда снял. Один рабочий здесь. Но для того, чтобы во время покупки у нас априори были те, кто следит за животными. Один работает с дровишками, с полежками. Ну, давайте его снимем в жестком виде с этой работы. Вот появился, наконец-то, второй у нас охотник. Так, давайте, ребят, то... У меня тут друзья голодать уже начинают в деревне. Не имея пищи, сейчас можем получать очень неприятную историю. Когда у нас станут появляться различные недовольства. А недовольство это прямая дорога к свержению меня, как местного дворянина в этой игре. А я этого, естественно, не хочу и мне это не понравится. Так что давайте-ка не будем рисковать. Так, 6-9 единиц пищи есть. Классно. Все, можно пока на зиму немножечко выдохнуть. То есть, так или иначе, еду компенсировать мы будем. Вот здесь, наверное, в Гренере стоит тоже одного человека поставить, чтобы он перетаскивал эту пищу. Потому что пища все-таки у нас появляется в охотничьей хижине. Но ее никто не уносит, потому что нету у нас здесь никаких логистических работников, никаких носильщиков у нас нету. Бык единственный. Но хотя, кстати, пища-то она транспортируется на тележках, поэтому бык здесь ни при чем. Но, в любом случае, работника вот в этом амбаре у нас нету. Никто поэтому не таскает. Но я надеюсь, что жители сами начнут отсюда вытаскивать еду, когда она им понадобится. Потому что другой пищи в домах сейчас уже нет. Ай-яй-яй. Да. Да, господа. Так и живем. Но при этом у нас стала появляться еще кожа, которую мы можем безусловно тоже продавать. Давайте, кстати, поставим эти настройки в нашем торговом пункте. Чтобы кожаночку мы тоже могли лишнюю сдать. Так, вот материал. Вот кожа. Давайте ее... Нет, давайте на экспорт только работать. До пяти штук в запасе. Вот так. Молоточки докупили до двух штук. Пока, наверное, больше они нам не требуются. Посмотрим там по ситуации. Сейчас все необходимое построено. В следующем году возможно эти молоточки будут пущены на расширение хозяйства наших жителей. Чтобы вот эти три а может быть и все вот эти шесть домов, которые пока ничем не заняты... Точнее, пять здесь курятник мы поставили. Еще вот есть пять территорий на которых мы рядышком ничего не поставили прорабатываться. То есть ничего не выращивается, никто не несет яйца, не несет молоко. Не дает. Просто живут, работают в каких-то других областях, а их я бы, честно говоря, задействовал с огромным удовольствием. Так, стал появляться пища у нас. Но как стал появляться, так стал и расходиться. С дровишками тоже там... Не, ну, дров набралось аж на два года. Этого достаточно. Кожа тоже в достатке. Продастся она хорошо. Главное дождаться торговцев, которым она будет нужна. Кстати, это пока еще скрыто. Нету возможности посмотреть, какой торговец купит он тот или иной товар или нет. Опять же, взаимодействие с соседними регионами у нас пока нулевое, потому что регионы пустые. Да, если так посмотреть на карту. В них нету застроек никаких, там нету городов. Остается поэтому только ждать дальнейшего развития данного проекта. Мы видели в первой части, когда я только-только знакомился с игрой, что предполагается три сценария игровых. Сейчас мы самый такой миролюбивый, он единственный, который сейчас доступен в демо-версии. Там есть сценарий с захватом территории, но это можно назвать даже не сценарием, а неким типом игры. подозреваю, что разные цели будут, в данном случае разные окружения, агрессивные, деревни неагрессивные, но это мое предположение. Сейчас я не владею такой информацией, как эти сценарии между собой будут различаться именно, но по логике вещей, как это обычно происходило, то так. Так, у нас есть несколько шкур на продажу, у нас есть кожа на продажу, которая здесь лежит, уже вот-вот ждет своего часа, и у нас уже февраль, то есть зиму мы пережили, слава тебе господи, все живы-здоровы, никто не скопытился, не скочурился, не замерзся, не сголодал. Вовремя перенаправил силушку на охотника, и теперь стоит дожидаться появления рабочих уже снова, наверное, брать их надо будет на собирательство, чтобы были еще и ягоды, хотя бы одного человечка такого поставить, самое оно ну и в хранилище я пока не вижу пищи, да и запасы вот этот один месяц, они почему-то не бьются пока с тем, что у меня вообще есть, то есть у меня есть 30 кусков мяса, практически битком у меня охотничья хижина, пищи вот здесь вот в ларьке нету, в домах пищи тоже судя по всему нету, отсюда вопрос, что это за один месяц, откуда он взялся, как он рассчитался, пока не очевидно, так что верхнее меню я пока особо не верю, какое-то оно странное, да, нигде еды нету, кроме как в охотничьей хижине и считается, что еда есть на месяц, ну, не знаю, и оттуда, причем из-за этой охотничьей хижины никто ничего не может забрать, что тоже имеет место быть, ну, появился наконец-то у нас работник амбара, он начинает активно сейчас перетаскивать еду, начинает перетаскивать активно продукты либо на хранение к себе, либо уже непосредственно, да, вот на хранение на склад он их относит, также здесь у нас есть, да, начинает транспортировать уже на рынок, тоже эти продукты, чтобы в домах еда наконец стала появляться, зима получилась голодной, и очень странно, что у нас как только сошел снег, уже как подснежники уже выросшие, там, морковка, свекла, и ее по весне начинают собирать, вот тут с моей стороны небольшой вопрос, ну, тут, скорее всего, багулина небольшая, и это должно происходить по осени, разработчикам напишем, обязательно повестим, что это происходит так, чтобы они это имели в виду, потому что все-таки это должно происходить по осени, а по весне это должны засевать заново, так, с появлением яиц ситуация логичная, да, нормально, то есть все-все как и должно было быть, яйца появились уже по весне, зимой их не несли курочки наши, так, на складе есть, травишки есть, ну, понемножку-понемножку приходит поселенница в себя. Давайте ускорим немного время. Очень жду я повышения качества домов. Так, пентри фул. Тоннере. так, пентри, 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 сток, фул. А, вот, я понял, да, собрали. Настолько много, что забили весь инвентарь дома. Теперь отсюда надо вывозить еду. здесь аналогичная ситуация тоже сейчас все это активно собирается. Продуктов наберется много. Ну, и хорошо, много продуктов, это немало продуктов. Лучше когда их избыток. вообще вот эта идея с участками, на которых можно устанавливать дополнительное хозяйство вообще очень неплоха. И она достаточно оригинальна. Я не помню градостроительных симуляторов за последнее время, в частности, в которых бы это было реализовано. Кстати, если кто-то знает такие проекты, где такая механика уже была, вы обязательно пишите об этом, потому что мне это очень интересно. Сталкивался с такой механикой, или это действительно инновация. Ну, в моих глазах это что-то очень новое. я еще с таким пока не сталкивался. Ну, и предполагаю, что пора, наверное, озаботиться постройкой еще пары домов. Их у меня сейчас очень не хватает. Прям сильно-сильно не хватает. Лучше даже домов с небольшими хозяйствами. Хотя бы себя они точно могли прокормить. И давайте поставим еще колодец тоже здесь где-нибудь поблизости, чтобы можно было тушить пожары, если вдруг таковые возникнут. Вот так. А такое может быть, потому что в описании колодцев тоже есть, что обеспечивает борьбу с пожарами. А вот в этой части поселения у меня воды нету, колодцев нету, поэтому придется таскать. Что я могу сказать. так, нету доступа к дорогам. Ай-яй-яй. Значит, придется придется делать. так, соединила с дорогами, все хорошо, но опять упираемся в отсутствие рабочей силы. давайте наверное для уверенности ох, как много всего продалось, наверное для уверенности стоит сейчас либо потратиться и купить кос для производства молока. Ну, давайте так и сделаем. Давайте кос. а здесь еще овощей. Теперь продуктов должно быть, я искренне на это надеюсь, должно хватать на весь год с запасом. может по весне я смотрю собирается овощей, как бы это ни звучало, собирается очень много и их надо прям усиленно перетаскивать в амбар, их нужно хранить, их нужно прям хорошенько так заготавливать на зиму. Так, ну, к сожалению, планировалось, что я в рамках этого стрима уже разберусь с овцами, начну разбираться с полями, но получилось, что я разобрался с уровнем поселения, смотрите-ка, ребят. Значит, уровень поселения у нас напрямую зависит от количества домов жилых. Оно у нас увеличилось. Сейчас это у нас уже среднее поселение Medium Village. Нам стали доступны стены. Нам стал доступно Manor House. Ну, это как общежитие. так. А, или нет. Или это что-то типа что-то типа казарм каких-то. Или блюстители порядком. давайте так посмотрим. Сейчас. Как у нас это получится. сам. А если я изолирую вот так вот вход? Все входы. нету гейтхаусов. А где гейтхауса? так. А как гейтхаус это сделать? Очень интересно. Но это видимо мы будем разбирать. А вот гейтхаус. Все нашел. Нашел нашел нашел. Так. Гейтхаус. Автоматически видимо определяется направление входов и выходов. Странно что не совсем прям по дороге получается его поставить. Ну как есть. так ну и сюда великолепно. Так и мэнер хаус мы поставим чуть позже когда появятся ресурсы. Так ну что друзья на этом предлагаю данную серию нашего летсплея заканчивать. В следующей серии мы наконец-то заботимся стенами. Посмотрим как же у нас работают поля. и надеюсь что вход уже пойдут у нас овцы. всем спасибо за внимание хорошего прекрасного настроения побольше удачи позитива в наше непростое время и до новых встреч. Продолжение следует...